Привет всем, кто зашел ко мне на канал о жизни во Франции. Сегодня мы, наконец, поговорим о России. Уже месяц, как я переехала из Гренобля в Тамбов, мой родной город. Впечатлений много. Я заметила, что, во-первых, то, что я за эти 22 года европейской жизни очень сильно изменилась. И, во-вторых, что Россия тоже очень сильно изменилась за эти последние 22 года. Так что мне приходится сейчас приноравляться с моими уже европейскими привычками. И по-новому для себя открывать мою же собственную родную страну. И это очень интересный процесс. Вы меня спрашиваете, Надя, как ты устроилась на новом месте? Как идет адаптация? Ну, идет адаптация, скажем так, как и при любом переезде. На новом месте надо пришиваться. Чего-то не хватает, как всегда. Конечно, в двух чемоданах я не могла перевезти всю свою жизнь из Гренобля. Так что постепенно. В Гренобле у нас была очень хорошая квартира, просторная. Но она и есть, мы ее еще не продали. И город сам по себе очень симпатичный. Он во французских Альпах находился. В общем, это райский уголок какой-то. И мы в зелени, конечно, утопали. Квартира сама по себе большая. И еще и террасы, где у меня была моя зелень. Какие-то деревья, цветы. Все это мне ужасно нравилось. Тут ничего такого подобного нет. Вот это все я потеряла. Вот недавно с греноблицами тоже говорила по телефону. Там 30 градусов тепла. А у нас тут в Тамбове дождь лужи. Так что я не могу сказать, что я переехала там откуда-то из ужасного места, где мне все опостылило. И тут обрела какую-то землю обетованную. Нет, это совсем не так. Мне вообще-то везде нравилось. Мне нравилось и в Германии жить, и во Франции очень нравилось жить. Я полюбила эти обе страны. Мне нравилось жить и в России до моего отъезда. Даже в перестроечные времена. И я всегда, живя в Европе, подчеркивала в разговорах с немцами и французами, что я очень люблю свою страну. И вот я сейчас снова в России. Так что я из тех людей, которым везде хорошо. Но давайте конкретнее. Что я могу сказать на первых парах? Значит, квартира здесь хорошая, просторная. В ней есть даже элементы шика. Но мне это все не нужно. Понимаете, это не тот шик, который я ценю. Тут очень высокие потолки. Но это, конечно, я признаю. Это мне очень нравится. Ну вот, например, висит кондиционер. Я всю жизнь прошла без кондиционера. И ничего. Он мне абсолютно не нужен. Мне от него ни жарко, ни холодно. Или, например, телевизоры. Здесь телевизоры буквально в каждой комнате. И даже на кухне есть телевизор. У меня в Гренобле вообще не было телевизора. Мы знаем во Франции многие семьи, которые вообще живут без телевизора. У нас был в Гренобле такой бимер-проектор. Если мы хотели что-то широкоэкранно посмотреть, из нашего контента, с компьютера или с телефона, то мы проецировали в очень хорошем качестве широкоэкранно на стену. Это у нас было. Ну и здесь для таких же целей я один из телевизоров использую. А так, телевизионные программы. Но меня это вообще не интересует. И, кстати, в Европе это не тренд иметь телевизоры. Да, конечно, они продаются. И в семьях они есть. Но во многих семьях, особенно в научной среде, где у нас очень много знакомых, я многие семьи знаю, которые вообще не смотрят телевизор. Не только не смотрят телевизор, но и вообще не имеют его дома. А представить себе, конечно, рабочую семью без телевизора невозможно. Дальше. Тут мебель такая под старинную. Очень пафосная, я бы сказала. Колонна старинной часы. Камин. Но оно сделано под старинной. Камин так вообще электрический. Он включается и имитирует какое-то такое пламя. Значит, во Франции такого не бывает. Французы очень любят старину. Очень. Они обожают. Но не под старину, а это должно быть аутентичное. Обязательно это должно быть натуральное. Причем оно не должно быть лакированное. Как-то прям выглядеть так. Например, у меня сосед. Очень успешный предприниматель. Француз. У него прямо в салоне стоит тумбочка старинная. Но она вот прям обшарпанная так по виду. И даже один угол у нее так обгрызенный. Ну не обгрызенный, а отломанный. Но он прямо так дорожит. Говорит, да, это тумбочка очень крутая. Это из нашей семьи. У французов это принято. Чтобы были какие-то старинные вещи из семьи. Для них это ценится. Я видела французов, которые ходят прям вот по магазинам, где продается старая мебель, именно старинная. И они называют ее, эту мебель, секси. То есть сексуальная. Имеется в виду, конечно, что в ней есть своя изюминка. Это что-то нетипичное. Это не что-то такое штампованное. Вот это они очень ценят. Причем, как я уже говорю, это не должно быть отлакировано ни в коем случае. Чем более видно, что это настоящее, старое, тем для них лучше. Я вам еще пример приведу. Мне мой тесть немецкий из Германии привез старинную лампу. Тифани такая витражная. И я вам хочу сказать. Когда ко мне в гости заходят французы, они мгновенно делают комплименты этой лампе. Надя, какая у тебя красивейшая лампа. К нам заходили очень многие русские гости. Ни один и никогда. Тоже люди высокообразованные, из разных кругов. Ни один и никогда не обратил внимания на эту лампу. То есть вот такой вот у нас разный менталитет. Это я заметила еще во Франции. Дальше. Машины. Здесь, в Тамбове, ну, наверное, и по всей России. Очень большие и крупные. Маленькие машинки редко встречаешь. Вот в Гренобле, где я жила, квартиры у нас там были очень дорогие. Ну, как дом небольшой. Но машины у всех были достаточно скромными. Для французов машина – это не такой культ, как в России. Это просто средство передвижения. Доехать от А до Б. А я делаю вывод, что в России машина – это не только средство передвижения, но это, в первую очередь, какой-то статус. Вот, посмотрите, какая у меня мощная крупная машина. Буквально на разные парковки смотрю, посреди улицы стоят крупные машины. Средняя машина в Тамбове гораздо-гораздо крупнее, чем средняя машина в Гренобле. И это совершенно точно можно сказать. Мелких легких машин мало. Да, а в Гренобле мы жили вообще без машины. И я и здесь собираюсь также продолжить. Не знаю, насколько мне это удастся в России. Пока что я себе купила велосипед. И это тоже сразу видно, что не особо Россия для него предназначена. Во всяком случае, в Тамбове первый мой опыт уже был неудачным. В общем, я поставила себе на багажник коробку со свежекупленным блендером. Но порой такие большие ступеньки встречаются, по которым надо прыгать, что у меня на одной такой ступеньке новый абсолютно блендер свалился с багажника и разбился в дребезги. Было очень-очень обидно. Теперь я знаю, что в Тамбове надо обязательно пристегиваться какими-нибудь специальными приспособлениями. А в Гренобле я могла на багажник поставить все, что угодно, и у меня никогда ничего не падало. Потому что там все спуски продуманы, филосипедная инфраструктура гораздо лучше. Но вообще Гренобль в этом смысле потрясающий город. Он на первом или на втором месте по всей Франции находится по своему удобству передвешения. Я об этом в отдельном видео как-нибудь расскажу. Но в Тамбове тоже есть места, особенно сейчас многие улицы переделываются. Есть некая попытка спуск с тротуара сгладить. Но опять же, это лишь попытка. Хотя само то, что эта попытка уже делается, меня очень-очень радует, что о таких людях, как я, все-таки заботятся. Так, дальше. Когда велосипеды мы покупали, сервис потрясающий. Ну, в общем-то, как и везде. Все расскажут, все покажут, на все вопросы ответят. Вот только что не расцеловали. И пробную поездку можно сделать. И какой широкий перечень услуг в течение первого года после покупки. В общем, все очень здорово. Сервис доставки тоже потрясающий. Например, в Пятерочке я могу заказать доставку. Мне принесут прямо домой, прямо сейчас. Вот буквально через 20 минут мне уже в дверь звонят. И бесплатная доставка, если я закажу на 1600 рублей. Совершенно спокойно можно сделать. В Гренобле, чтобы мне доставили бесплатно, я должна заказать на 150 евро. И то мне доставят не сегодня, а через 5 дней. И тоже надо выбирать промежуток времени. Какой-то интервал времени в 2 часа. И стараться быть к этому времени. То есть ты должен планировать на какой-то другой день. А это не так, что мне сейчас надо. И мне прямо сейчас, когда я дома, привезут. Во Франции реально какой-то планинг надо создавать на будущее. Очень неудобно. Ну и, конечно, этот сервис доставки я несколько лет пользовалась. Деградирует и деградирует. Деградирует и деградирует. Это кошмар и тихий ужас. Я очень много обращалась в службу поддержки. Она работает плохо. С этой точки зрения в России в 100 раз лучше. Но, к сожалению, я кроме пятерочки пока не знаю, где еще есть такая доставка чудесная. Напишите мне в комментах, есть ли еще какие-то сети, супермаркеты, где можно доставку на дом сделать. Вот у меня есть Бегемот, там мне отказали. И Ашан тоже сказали, что нет. Насчет платежей тоже я говорила, но я не перестаю восхищаться. Как это все легко и просто. Даже на рынке, и то у каждой бабушки есть такая картонка, где написан номер телефона, и я могу сразу же через мобильное приложение ей сделать перевод по системе быстрых платежей. Такое во Франции не делается. Во Франции, кстати, тоже бывают такие рынки, где люди выходят, ну это раз в месяц устраиваются, и человек может за 5 евро купить себе место и продавать товары, которые ему не нужны. Ну что-то из своих б.у., скажем так. Такое очень принято во Франции. Я никогда так не продавала и не покупала, но я знаю, что это есть, что люди этим пользуются. Да, но вот эти вот частные продавцы, там никаких переводов нет, только наличкой по старинке. На овощных рынках, да, те продавцы, которые все время там работают регулярно, у них есть терминалы для считывания банковской карты. Да и то не у всех. Но рынок мне, конечно, очень нравится. Потрясающе. Ходить по рынку, торговаться, я это очень люблю. Прекрасные на рынке зеленые овощи, просто фантастика какая-то. Укроп, петрушка, лавровый лист, ну просто потрясающе я купила. Отламываешь листочек, запах на полкухни. Вы знаете, как во Франции продаются вот эти пряности, если это в магазине. Вот в таком пакетике завернута маленькая веточка лаврового листа, ну там 5 листочков. И еще веточка тимьяна, манюсенькая. Вот и все. И стоит это где-то в районе 2 евро. А тут я купила огромный лавровый веник, там за 100 рублей, ну в общем копейки. Специи всяких полным-полно, все, что только душе угодно. И стоит это, конечно, гораздо дешевле, чем во Франции. Во Франции, кстати, можно хорошую зелень купить у арабов. Да, и лавровый лист. Но в магазине дорого и не особо вкусно. Например, базилик, который здесь на Тамбовском рынке продается, это просто чудо какое-то. Это, ну в нем столько аромата, в нем столько вкуса. Я просто балдею. Продукты ручной работы продаются. Всякие вязаные изделия какие-нибудь, носочки бабушки продают. Или мочалки. Все это стоит копейки здесь, в Тамбове. Во Франции нет. Если уж ручная работа, то это стоит дорого. Там вот пара носков стоит, может, уже 20 евро. Или шапочка какая-нибудь вязаная. Но во Франции вот эта ручная работа, она не так выглядит. То есть, если делают что-то вручную, то оно должно прям выглядеть. Это ценится именно. И это делают какими-то трендовыми цветами. Чтобы оно имело очень такой товарный вид. Крутой. А здесь вот эта вот ручная работа. То есть, эти бабушки, они как вязали 100 лет назад, так и сейчас. Вяжут безо всяких мод, безо всякого угождения трендам. Ну и продают, соответственно, очень дешево все. Насчет продуктов. Ой, вообще-то сложно. К некоторым продуктам я попривыкла. И сейчас пытаюсь найти им эквивалент. Иногда натыкаюсь на то, что написано одно, а на самом деле другое. Например, моцарелла купила. Она абсолютно точно такая же, как во Франции я покупаю. А купила фету, греческий сыр. Там внутри оказался просто какой-то сливочный сыр. Ничего общего с фетой не имеет. И мне потом объяснили, что надо брать или там должно быть написано горькая фета или фета в рассоле, чтобы действительно греческая фета была. Вот я таких уже проб и ошибок много совершила. Покупаешь одно, оказывается другое. Это, конечно, меня совершенно не радует. И сын мой учудил. Некоторые продукты вот ему не нравятся. Купишь что-то, он нет, не нравится. Ну вот какие-то уже другие привычки. В школе вообще отказался есть. Говорит, в такой степени вкусно, я не могу есть ничего. И приходится мне теперь ему с собой контейнер давать. Но это меня совершенно не устраивает. Мне было бы гораздо проще, если просто заплатить 100 рублей в день. И чтобы он там в школьной столовой ел. Но там ни в какую. Я поговорила еще с одной родительницей. Она сказала, что абсолютно прав он, что там плохо кормят. Но говорит, например, для нас, чтобы ребенок поел что-то горячее, это святое. Поэтому мы закрываем глаза и ест, что дают. Я, кстати, заметила, что в России это действительно на уровне культа, на уровне святого, чтобы ребенок съел что-то горячее на обед. Во Франции и в Германии это не так. К этому так строго не относятся. Это может быть там сэндвич или еще что-то. Не обязательно что-то горячее. Да, конечно, если горячее, то хорошо. Но совершенно не обязательно. И коллеги мои тоже ели холодную пищу. Неоднократно я это видела. То есть вот такого прям культа горячей пищи нет. Я говорю о людях преуспевающих, хорошо зарабатывающих, не те, которые там на чем-то экономят. Просто не так строго к этому относятся. И я не знаю, чтобы в Европе была какая-то более жуткая статистика по пищеварительным заболеваниям или что-то в этом роде. Скажем так, в Европе вообще ко многому относятся проще. Ко многому абсолютно. Вот не обязательно горячее. Не обязательно бывает разуваться при входе. Не обязательно переобуваться в школе. Но такого вообще нет. Никаких сменок, ничего нет. Вот я снимала видео одно из моих самых древних на канале. Как родить ребенка во Франции. Тоже в роддом просто приходят родственники, друзья, кто угодно. Безо всяких халатов, без ничего. Без бахил. Муж ко мне пришел, сел прям ко мне на кровать. Вот он тут же новорожденный ребенок. Ни в какую отдельную комнату его не относят. Совершенно запросто. Ну и никаких проблем с этим нет. Про бахил я, кстати, узнала в России. Тоже сыну моему пришлось для лицея проходить медосмотр. Мы зашли в клинику, там прям при входе стояли бахилы. Для меня это слово вообще было новое. В СССР я никогда не слышала это слово. А тут все говорят про бахилы так, как будто это вот в повседневном лексиконе. Я за 22 года жизни в Германии и во Франции, ну может быть только пару раз, мне приходилось такое надевать в аэропорту. При прохождении через эту рамку контроля. Но это было вот буквально какие-то считанные разы. Не систематически делается это. А здесь прям очень быстро познакомились с такой системой. Дальше. Ну и просто относятся ко многому. Например, я вам рассказывала в детских садах. Детей тоже спать укладывают. Кто хочет, укладывает. Кто не хочет, тот не укладывается. Они просто лежат на матах в своей одежде, не переодеваются, ни постель, не застилаются. Ничего. Вот так все это запросто. Точно так же они относятся запросто к шарфам, к шапкам. Во Франции шарфов вообще нет. Очень редко кто из детей надевает шарфы. Нету такого. Очень часто дети ходят без шапок, без шарфов. Если они забывают или теряют свои шапки и шарфы, этого вообще даже никто не замечает. Ни учителя в школе, ни родители, ни сами дети. В конце года огромные груды потерянных вещей. И никто их даже не хочет разбирать. И потом огромные мешки собираются и отдаются каким-то ассоциациям. То есть вот эти вещи, мелкие перчатки какие-то, шапки, порой даже куртки, кофты. Это все где-то оставляется, где-то теряется. Ну и потом никому не нужно. Даже люди не хотят искать свои вещи. Вот в немецкой школе, когда дети учились, я там все-таки рылась в забытых вещах, чтобы наши найти потерянные вещи. Я там видела даже трусики и носки. Ну я думаю, ну как такое можно потерять? Вот теряют. Отношение к деньгам в России другое. Это сразу видно. У нас, например, в Тамбове в транспорте ты платишь 20 евро за поездку, если оплачиваешь картой, и 22 рубля, если оплачиваешь наличкой. И я смотрю, многие люди оплачивают наличкой. Во-первых, это неудобно. Карты раз провел, и все. И во-вторых, ты платишь на 10% больше. Всякий раз, когда ты едешь. 10 поездок – это все-таки уже 200 рублей. Ты на эти деньги можешь каких-то овощей классных купить себе. А люди считают, что это мелочь, и не обращают на это внимания. Это считается как бы мелочиться. В Европе нет. Это считается 10% переплатить. Причем, если ты не получил какую-то лучшую услугу за это, это плохо. Так не будут делать. Конечно, если срочно, там по-другому не получается, да. Но если систематически ты платишь за какую-то услугу систематически на 10% больше, то это в европейских глазах криминал. Я помню в Германии, когда я работала, в очень престижной области бизнес-интелличенс, где люди хорошо зарабатывают, мои коллеги рассуждали, что 5 евро в месяц лишние – это существенно. Я говорю, ну это же так мало, 5 евро. Они говорят, нет, 5 евро тут, 5 евро там. В общем, относились очень строго к этим всем. Многие русские после этого говорят, но я не хочу, чтобы такие комментарии были, потому что мне, прожившей в Европе 22 года, видно, что люди просто пишут о том, чего не знают. Когда говорят, вот они такие скупердяи и так далее. Нет, не скупердяи. Они потратят даже большие деньги, но если они получат что-то дополнительное за это. А просто так вот выкидывать деньги в никуда они не любят. Кстати, и надо признать заодно, вот мы в последнее время часто на политические темы говорим, сегодня очень принято говорить, вот Европа, она разбогатела только за счет колониальной политики, за счет дешевого сырья, за счет угнетения и так далее. Да, это очень мощный фактор, но не только из-за этого. Еще из-за того, что очень рационально как-то ведется хозяйство. Вот хозяйствование действительно поставлено на рельсы. Особенно у немцев. Я помню, мне еще моя немецкая бабушка рассказывала, насколько у них в немецкой деревне все было вот так вот четко и чисто, и все хорошо организовано. И она даже гордилась тем, что потом, когда они вернулись в русские поселения, а она была очень бедной, но ей говорили, «Маргарита, вы такие бедные, а твои девки одеты так, как будто вы богаты». Вот она умела вести хозяйство, у нее было все четко, очень много работала и ничего не выкидывала никогда, все шила, крахмалила, в общем, как-то все шло в пользу, все до малейшего, никакой копейки лишней не тратили. И вместе с тем могли себе позволить какие-то праздники, какие-то наряды и так далее. То есть вот очень-очень рациональное хозяйство. А мы в России привыкли, «А, до чего мелочиться?» А потом говорим, «Ой, у нас денег мало» и так далее. Я не говорю, что хорошо, что плохо, это просто два разных менталитета. Ладно, смотрю, видео уже длинное получилось, чтобы не затягивать. Сейчас будем закругляться. Пишите все, что думаете в комментариях. Я, конечно, все комментарии чисто физически читать не успеваю, но какие-то читаю и стараюсь реагировать на ваш фидбэк. Заранее благодарю за активность, за лайки, комменты. Всегда это очень приятно. И до скорых встреч. Чао!